А вы знаете, что через год пиздец? И весь зал такой ха-ха-ха-ха-ха. И такие крики сзади, а пиздец он же сегодня. Да, да, да. Ну, да. Ну, зал, да. Зал всегда чем-то может удивить. Либо одним, либо другим. Ну, да. А рассказы как? Рассказы, в принципе, понравились. Я слушал ваш подкаст с Кириллом. Я всегда стараюсь в фильме увидеть что-то хорошее. У меня, наверное, такое сознание. Говорю, наговорить гадости можно много. Но человек это все-таки... Не гадость, но ты же говоришь то, что ты чувствуешь. Если ты чувствуешь, что этот фильм однозначно плох, то ты говоришь, что он плох. Объясняешь мне, почему ты так чувствуешь? Нет, я не почувствовала, что однозначно плох. Если честно, я вышла из зала вообще в замечательном настроении. Я себе улыбалась, насвистывала. И мне было достаточно хорошо. Я, конечно, понимаю, что, может быть, он где-то слишком действительно, как говорил мой собеседник, слишком прямолинейен. Идет напролом, без всяких недочитанностей, недосказанностей. Не, ну то, что говорил твой собеседник, это, мягко говоря, странно. Хотя бы по той простой причине, что он сказал как-то... Ну вот там говорится об этом, а что мы раньше не знали. Но это можно применить вообще к любой книге, к любой картине, к любому фильму. Ну, конечно, мы все знаем. Какая должна быть недосказанность? Давайте нарисуем полмона Лизы. Важно, как об этом человек говорит, насколько он оригинально об этом будет, индивидуально, не повторяя все те говорения, которые были до него. То есть он оригинален или вторичен? Мне показалось, что оригинально. Ну, мне очень понравилась эта работа, она остроумная, классная, экономичная. Особенно вот эта великая фраза, о чем нам с тобой трахаться. Да, о чем мы будем трахаться, ну это вообще, да. Мнение прекрасно, мне очень понравилось. И мне очень понравилось, как сделаны фильмы именно. Картинка замечательная. В том, что зрение ремесла, картинки. Ну, вот нам с тобой близко, вот, видимо, профессионально, да, вот эти вот бумага, буквы, вот эти все вещи. Книга, рассказы. Вот это очень сделано. Я как человек, который учится на редакторском, издательском, я вижу вот это вот издательство. Да, да, да. Думаю, я, главное, понимаю, по каким критериям будут оценивать книгу. Меня все это учили, я прекрасно понимаю, почему ее не возьмут. Что на взгляд издателя, главного редактора, это не товар, это не что-то вкусное, что хорошо продастся. Да, да. И позиции автора мне тоже хорошо понятны, потому что мне тоже приходится много текстов писать. Я знаю, что такое вложить душу во что-то. А вам нужно писать, или ты пишешь по-другому слову? Я пишу. И для Гоудамуса пишу, и для Индексарта пишу, и в Толп пишу. Да. Я что-то из тех восторженных журналистов, которые думают, когда-нибудь, когда я поумнее, я напишу книгу. Понятно. Только мне еще надо поумнить. Понял. Только не начинай с романа. Нет, конечно. Хотя кто знает. Хотя кто знает. Некоторые говорят, что рассказ написать гораздо сложнее, чем роман. Потому что в романе... Нет, нет, просто длина дыхания. Вот это длинное дыхание романа, это нужно попасть... Это должно свойственно стать тебе в какой-то момент. Вот именно длинная протяженность действия, протяженность жизни. А главное это где-нибудь не упустить. А кто-то думает, господи, поскорей бы, поскорей бы это написать, написать, написать. И думает, какая же чушь, черт возьми, получилась. Продолжение следует...